ребята всем привет у меня сегодня снова выход в лес снова я в кирзачах и как вы понимаете данный выход у меня будет снова посвящен данным сапогам то есть я их разнашиваю после первого раза когда я в них вышел я если вы помните был на носок то есть одевал нас носки сапогами у меня на правой ноге все нормально то есть все прошло идеально левая нога один из пальцев слегка я его натер ну как бы это явление нормально и потому что любая новая обувка она требует чтобы ее разносили чтобы на ногу села по-человечески и все конечно бывает исключение что сразу все отлично но тем не менее так вот сегодня я вышел в портянках признаюсь малость навык потерям как их наматывать правильно но спустя какое-то время все же удалось их намотать на ногу более-менее толково ну и вот сегодня вышел снова в кирзачах но уже с портянками так сказать выгуливаем сапоги номер два пока по ощущениям вот прошел где-то полтора км ну нормально не исключаю что придется возможно перемотать их в процессе ну и исходя из такого выхода он опять у меня получается полу такой назовем его полуэкстремальный потому что сапоги еще в принципе новые и куда-то далеко в них выходить я честно говоря ребят ну побаиваюсь побаиваюсь план на сегодняшний день довольно простой то есть это буквально та же самая десятка км ну примерно там плюс-минус два километра может 23 пройду и по лесам вот через лес пойду где-то по тропинкам погуляю в общем посмотрим ну и буду надеяться что все-таки сапоги потихонечку будут приобретать свою форму то есть под ногу они все-таки подойдут сядут и в дальнейшем все будет лучшим образом но повторюсь пока вот иду пока все нравится все устраивает все хорошо особых проблем никаких я не испытываю параллельно с этим если будут грибы хотя не видел я на рабочей неделе чтобы продавали грибы так частично их продают но немного ну ведерко взял может пособираю и грибы пока встречаются только вот вот такие эти трутовики вот растут таким вот образом и мы на них с вами смотрим как обычно что-то будет интересное буду ребята показывать выход ребят продолжается все идет потихоньку своим чередом ну и сегодня признаться я что-то больше фотографирую взял фотик и вот осенний лес просто сейчас супер слышно трасса шумит как я уже говорил слишком далеко не пойду сегодня но погулять пару-тройку часов а может и побольше я думаю получится гарантированно свой километраж пройду ну пока 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 сапоги вроде бы не натирают хотя я и не исключаю того что придется перемотать ногу посмотрим в общем красота и кстати по грибам по грибам шел вообще грибов не вижу даже лисичек может конечно будут еще но пока не видно ребят посмотрим сейчас чуть подальше зайду все-таки углублюсь может быть там удастся что-то нам с вами найти ребят перед нами березка вы видите от нее сейчас двигаюсь она высокая стоит видно ее даже в лесу издалека смотрите какая громадина вот она вот какая красота сколько лет вообще наверно не один десяток ребята видите как растет немножко под углом склоняется вот у меня такое чувство что она там даже на ствол еле оперлась ну правильно потому что под углом и такой вес держать напор прикольно вообще прикольно ребята интересно таким деревьям когда на них смотришь какой-то прям уважение возникает класс это посмотрите это осень все в цвете вообще класс красота и такая погода шикарная вообще ребят изумительно просто реально гамма красок просто на любой вкус и цвет как говорится ну а я ребята выгуливаю снова свои сапоги как вы помните на одном из них портянку уже перемотал один раз потому что не очень понравилось мне как она была первоначально намотана мы принципе сейчас хожу но терпимо чувствуется конечно что сапоги новые но нормально вот вы видите вот розовые цветы это отцветает иван-чай вот он в такие вот потом в пух превращается сейчас поближе подойду мы с вами глянем мы с вами сейчас посмотрим ребята вот видите вот так он превращается такую структуру так но я сейчас в лес вот сюда вот прямо и потом направо свернул пройду через лесу вот ребят первый гриб из тех что я беру это подосиновик но что это мне ребят подсказывает что он уже наверное переросток не очень хорошие ну давайте посмотрим с аккуратненько его снимем вот видите первых мягкие и вот все уже червивы черви но сам гриб есть поэтому может быть если походить здесь в других местах подобных этому может быть и удастся что-то поднабрать хотя не знаю уже столько прошел а вот по сути 1 гриб сейчас смотрю ничего не видно вдалеке вроде в общем похожу а там будет видно мы сыроежки кстати еще есть сыроежек много как и в прошлый раз вот на это внимание обратил посмотрел некоторые пользователи делают сыроежек прикольные блюда надо будет как-нибудь тоже попробовать вот видите но тоже переростки правда вот они сыроежки растут но они есть кстати ребят если кто-то не знает вот подумайте угадайте какая вот по осени одна из опасности есть лесных прогулок лесных передвижений я имею ввиду если заходить глубоко в лес но не буду томить потому что специалисты как бы знают ну а так осенью у лосей как бы гон начинается если в обычной обстановке в любое другое время года встретиться с этим животным в лесу посчастливится случайно вот как у меня уже было я потом покажу видео или уже показывал я не помню сам сами в частности то лось скорее всего заслышав вас ну как и любой другой зверь он уйдет вот осенью наоборот они становятся агрессивными и весьма высок риск шанс что это животное вместо того чтобы убегать пойдет на вас а лось как бы это смешно не казалось там юмор анекдоты вот представьте корова под 400 500 килограмм тушь такая бежит на вас причем лес это его стихия это уже будет ребята не смешно поэтому вот осенью нужно быть в этом плане вдвойне более внимательным потому что такой встречи как говорится никому не пожелаешь впереди меня какая-то болотинка я хочу подойти посмотреть за чучки обнашиваются меня это реально радует хотя до идеала еще далеко так ну ка ну вот это не то что болотина вот такой вот участок вы видите уже сколько еду от грибов нет реально тот только подосиновик один белый еще нашел маленький и все и по краю ли я сошел и березняки заходил сегодня тяжко грибов ребята не вижу опять же был всего у нас по моему один или два дождика это в самом начале недели но это мало потому что в принципе вот я иду сухо надо чтоб немножко промочил как бы землю и тогда уже можно на что-то рассчитывать посмотрим потому что вот смотрю на канал уху ребят уже грибы вовсю народ собирает мне хочется ходить ладно сейчас пару-тройку мест еще пройду своих где я обычно хожу и если что может быть и обратно сегодня с этим с этой обувкой пока будет достаточно здесь главное меру знать хотя признаюсь ребят был у меня сегодня соблазн одеть или кирзовые сапоги свои ой кирзовые говорю уже все или резиновые одеть сапоги или ботинки такие есть у меня еще одни тоже в них можно в лес в них комфортно все даже может быть некомфортно привычно но все-таки я решил кирзачи довести дома вот видите ребят сто процентов кто-то здесь лазил ходил человеческих следов нет но кто-то здесь был какое-то животное было но мы сейчас с вами подходим хорошему трутовику вот видите какой такой тоненький стволик еловый вообще небольшой и такой гигантище на нем растет с него водичка капает вот видите я стучу из него капает вода конденсат какой-то вот выглядит он видны капельки даже если присмотреться наверное вам видно вот такой клёвый трутовик конечно же он пойдет фото архив потихоньку ребят передвигаюсь потихонечку ну и пока за исключением отсутствия грибов все очень нравится конечно огромнейшую роль в этом плане играет погода потому что комаров почти нет так вот чуть-чуть летают прям мало их и солнечный день осенне великое множество красок лес прямо скажем как бы расцвел даже так сказал потому что все пестрит в разных цветах солнышком подсвечивается идти комфортно но и сапожки ребят самое главное пока не натирают и это радует в таких местах как здесь вот в теории как бы лисички должны быть и может быть даже и белые но что-то мне подсказывает ребята что их не будет тем не менее так идти очень приятно вот эти вот так их волой по моему гриб уже распустившийся когда он молодой форме кулачка вот ведь каких они бывает размеров достигают бывает и еще больше даже так вот о чем я говорю видите как вот осенью красиво солнце подсвечивает желтые листочки паутинка вот береза там по моему эти семена осыпались мог уже такой местами пожелтевшие в общем лес реально преображается красиво очень видят красиво птички поют не жарко время просто вот не знаю класс какой-то когда вот после города удается выбраться на какое-то время какой-то заряд положительный прям приобретается реально это вот мы видим сувель растет на березе вот первый вот вы видите и вот он вот он 2 снова грибы вот эти вот которые мы с вами не берем красавцы какие все равно классно смотреть так вот посмотришь и радуешься и мы продолжаем путь лес кстати вот я обратил внимание ребят вот иногда вот как здесь вот видите вот я стою и в принципе как бы достаточно комфортно идти здесь то есть не заросли ничего нормально участки бывают порой стоишь думаешь блин хоть назад разворачивайся все завалено вообще все буквально но сегодня нам везет поэтому немножко я еще прогуляюсь сапоги надо размашивал растение могу ошибаться но вот кстати вот растение у которых вот такие вот соцветия вот вы видите вот так таким вот образом их достаточно много я видел не то что даже видел их и есть достаточно много и вот соцветия подобного плана есть как у ядовитых растений так и у лекарственных то есть у безвредных так так назовем вот сколько я не пытался научиться их как-то друг от дружки ребят отличать что-то у меня честно говоря не получается вроде бы определитель с собой ношу когда ты уже начинаешь досконально до вроде видишь отличие а вот так вот самостоятельно тяжело вот в этих растений повторюсь есть две категории одни скажем безопасные а вторые ядовитые прогуляюсь еще чуток там дальше посмотрю по ситуации пол ребят еще один белых конечно грибов вообще нет вот реально иду 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 и нету их вот нашел белый гриб видите пока не знаю нормально он нет надо будет сейчас смотреть аккуратненько ему сейчас ну ножка видно изъедена вся ребят видите вся изъедена а мякоть тоже вот все червивая видите все червивая как-то с грибами пока не очень хорошо ну если будет стоять тепло до пару-тройку дождиков волна пойдет такое случалось уже и не раз да и в том году по моему также было то есть не было грибов не было потом как-то как началось в общем буду ждать но не будет ничего страшного ценно именно то что сам выход сама прогулка как-то так ребят прогулка сегодня получилось примерно часа 4 у меня будет не длительная я взял направление уже назад ну и что хочу сказать по результату в принципе сапоги потихоньку уже разнашиваются я это реально ощущаю что лучше носки или портянки вот как по мне сейчас портянки а сегодня перематывал раза наверно два или три вот за это время за четыре часа но тут следует следует учесть такой момент во первых пока сапоги еще новые это первое поэтому перематывал в то есть целью чтобы хоть маленько нога отдохнула и во вторых ну признаюсь я немножко разучился их правильно фиксировать поэтому поэтому приходилось их перематывать но в принципе вот как мне кажется спортянками намного удобней это на мой взгляд буду продолжать разнашивать сапоги пока в принципе все устраивает ну и остаются надежды что пару-тройку дождичков пройдет может быть пойдут грибы потому что сейчас грибами тяжко опять же я сегодня не был в своем месте где я обычно собираю грибы но даже пройдя вот по этим местам я грибов не увидел обычно если они есть то начинает попадаться и это говорит о том что можно идей идти и дальше так как здесь их не было особо поэтому я решил не испытывать судьбу и на этом завершить свой выход всем ребят кто смотрит спасибо ставьте лайки комментируйте мне это реально приятно но я со своей стороны как обычно буду совершать такие вот прогулки в планах ребят много интересного куча идей и сейчас уже понимаю что банально на все просто напросто не хватает времени потому что одна мысль за другую уже начинает цепляться уже распыляться начинаешь в общем идея есть и пока есть идеи и силы буду снимать ну все если на обратном пути что-то интересное будет я ребят еще сниму пока